Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Дополнительные места в детсадах, решение проблем обманутых дольщиков и ремонт дорог. Бюджет Самарской области пополнился на 2 миллиарда рублей. Приведут в порядок более 5000 гектаров Самары. Городской администрации представили планы на месячник по благоустройству. Юные футболисты сражаются в честь легенды самарского футбола. В Самаре в 14-й раз прошел детский турнир имени Виктора Карпова. Больше 500 миллионов рублей дополнительно планируют направить региональные власти на проектирование и строительство детских садов. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету в Губернской думе. Регион получил значительную сумму средств от федерального центра. На что депутаты предлагают направить эти деньги, узнала Лариса Шалафаст. Региональная казна пополнилась более чем на 2 миллиарда рублей. Это поддержка федерального центра. Также в бюджете необходимо учесть дополнительные доходы от налогов на 4 миллиарда. На заседании комитета по бюджету в Губернской думе решают, на что направить дополнительные средства. Одна из больших статей расходов – проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение школ региона. 604 миллиона рублей в 2020 году предлагают направить на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Самарской области, а также на ремонт и восстановление военно-исторических мемориальных комплексов в преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 600 миллионов рублей на 2020 год запланировано в целях устранения дефицита территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области. 581 миллион рублей в 2020 году предлагается направить на решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области. 501,5 миллиона рублей на проектирование, строительство и капитальный ремонт и оснащение детских садов в области в 2020 году, а также на проведение мероприятий в целях создания дополнительных мест дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет. На проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог региона в 2020 году планируется направить более 4 миллиардов рублей. Больше 350 миллионов пойдут на переселение людей из аварийного жилья. Деньги добавят на ремонт и оснащение больниц, на ремонт и проектирование объектов культуры. Мы полностью обеспечили финансированием национальные проекты, что очень важно. Мы сохраняем достаточно высокую инвестиционную активность на территории области. Здесь бюджет выступает основным заказчиком. Это объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, коммунального хозяйства. Дополнительные средства пойдут на зарплаты врачей и обеспечение лекарствами льготников. Также на заседании Думы обсудили ситуацию с распространяющимся коронавирусом. По словам председателя комитета по бюджету Габибулы Хасаева, область располагает всеми необходимыми резервами, чтобы в случае необходимости принять все меры. Теперь предлагаемые изменения главного финансового документа региона депутаты обсудят на пленарном заседании Думы. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Самарские больницы готовы принимать больных коронавирусом. При необходимости в регионе проведут лабораторные исследования. Об этом заявил областной Минздрав. Ранее в Самарской области создали горячую линию, по которой просят звонить всех прибывших из мест, где свирепствует коронавирус. Кроме того, в регионе уже выделили 35 миллионов рублей на борьбу с новой болезнью. А самарские компании-перевозчики в связи с коронавирусной инфекцией перешли на особый режим дезинфекции. Соответствующее предписание им направил областной Роспотребнадзор. Компаниям-перевозчикам в том числе направлен список средств, которые нужно использовать для дезинфекции. Все эти вещества одобрены Роспотребнадзором и безопасны для человека. Ведомстве подчеркивают, что будут строго контролировать то, как компании-перевозчики исполняют это предписание. Напомним, о вспышке пневмонии в Китае стало известно 31 декабря 2019 года. Первых заболевших зарегистрировали в городе Ухань. В России за сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевшие недавно посещали Италию. Это могут быть хлороорганические вещества, это могут быть кислород, активные вещества. То есть все химические соединения, которые разрешены к использованию для дезинфекции. Они безопасны для человека, для каждого дезинфицирующего средства есть инструкция по применению и, соответственно, меры предосторожности и профилактики. Особое внимание чистоте уделяют и в Самарском метро. Все вагоны сейчас регулярно моют специальным моющим средством. Это нужно и для комфорта, и для здоровья пассажиров. Как чистят подземный транспорт, узнал наш корреспондент. Ну, сначала, собственно, значит, моют стекла. На то, чтобы вымыть один вагон у Земфира Алеевой уходит полтора часа. Уборка детальная, тщательная. Моются окна, поручни, стекла, полы и диваны. С обязательным использованием дезинфицирующих средств, одобренных Роспотребнадзором и безопасных для здоровья. Дезинфекция проводится систематически, в том же самом режиме. Вот, поэтому безопасность пассажиров с точки зрения здоровья, она превыше всего. Мы сами ездим на этом, ну, как бы в метро, и наши дети ездят. И, конечно, уже очень приятно заходить в чистый вагон. Всего в Кировском электродепо 46 вагонов. Их моют раз в сутки, а раз в 10 дней еще и обязательная внешняя мойка. Сначала состав обрабатывается специальным средством, затем прогоняется через щетки. И после сушится. Жители Самары говорят, что рады неизменной чистоте вагонов метро. На высоком уровне сделано все как. И полиция работает, и чистота. Я мусора ни разу не видел. Вот ездил сколько, чтобы где-то что-то валялось там, или что-то в этом роде. Всегда, ну, приятно, в общем. Сейчас в городе проходит месячник по благоустройству, поэтому самарский транспорт убирают еще более тщательно. Вагоны метро не исключение. Перед майскими праздниками им предстоит генеральная уборка. Так делается дважды в год. Олег Зверев, Семен Безгинов, Константин Головин. События. После праздничных выходных в Самару пришла настоящая весна. По прогнозам синоптика, в ближайшее время за окном ожидается стабильный плюс. Природа пробуждается, снег сходит, значит, пора брать в руки грабли. В Самаре уже на следующей неделе стартует месячник по благоустройству. Помимо специальных служб, к уборке города призывают поучаствовать и самарцев. О планах на чистый месяц рассказала глава города Елена Лапушкина. Когда быть готовым к труду, узнаем у Марии Левиной. Больше пяти тысяч гектаров земли в Самаре приведут в порядок. Это парки, сады, скверы, бульвары и площади. Здесь проведут генеральную уборку. Месячник по благоустройству в этом году начнется уже на следующей неделе. В планах убрать оставшийся снег, избавиться от мусора, освежить газоны и покрасить лавочки, карусели на детских площадках. Особое внимание в этот период будет уделено дорогам, названным в честь Героев Советского Союза, так как год у нас 75-летие Победы. Также будут проведены мероприятия по ремонту памятников, мебельных сооружений на территории парков, скверов. За каждым районом закреплены кураторы, которые и будут в ответе за уборку. К наведению чистоты привлекут активных муниципальных служащих почти 13 тысяч человек. Кроме того, поучаствовать в преображении города призывают и самарцев. Глава города Елена Лапушкина обратилась к районным властям, чтобы те были готовы снарядить добровольцев всем необходимым. Не забывайте тоже про добрую традицию, про проведение конкурсов на лучшее отделение двора, на лучшее газон и так далее. В общем-то это всегда неплохо срабатывало и как-то людей сплачивало вокруг хорошие, замечательные идеи. И работайте со всеми учреждениями, которые есть на территории вашего района, чтобы все наводили абсолютно порядок. Потому что у нас с вами время есть, тепло нас в этом году раньше радует. Поэтому давайте уже 1 мая город сделаем абсолютно чистым. На сегодняшний день уже готовы графики работ. Стартует уборка 16 марта. До конца апреля запланировано 5 средников и 4 субботника. Общегородской месячник по благоустройству пройдет 25 апреля. Мария Левина, Василий Кладошов, Константин Головин. События. Служила минометчицей и охраняла мосты через реку Табол на фронте. Ветеран Алевтина Петровна получила юбилейную медаль из рук Елены Лапушкиной. Также глава Самары проверила состояние дворов в Кировском районе, в которых проживают участники Великой Отечественной войны. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Алевтина Петровна Курушева ушла на фронт, будучи 17-летней девочкой по собственной инициативе. В военкомате ее направили в московскую женскую стрелковую бригаду, а потом в минометную роту. Всего за пару лет девушка получила звание сержанта и командовала отделением минометчиков. В 44-м году после расформирования части она уехала в Уральско-Сибирский округ, в гарнизон по охране мостов через реку Табол. Здесь проходили фронтовые эшелоны с военной техникой. Глава Самары Елена Лапушкина вручила Алевтине Петровне юбилейную медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне, а также цветы и подарки. Спасибо. Большое вам спасибо. Алевтина Петровна живет на Ташкентской и к состоянию ее двора у главы города претензий нет. Сегодня Елена Лапушкина проверила, как живут другие ветераны Кировского района. Коммунальщики навели порядок и здесь. Но у главы города все равно остались замечания, связанные с состоянием других дворов. Где-то нужно откачать воду, а где-то отремонтировать дороги. Мне важно понять, насколько у нас районы, управляющие компании готовы к выполнению этих объемов работ. И уже я сама вижу, что часть работ начинается и ворошение снега, подбор мусора. Я вижу, как работает техника. Безусловно, замечаний очень много. И мы тому свидетели. То, что скапливается лужа, что вода не отводится. То, что есть неудобная для жителей территория. Очень надеюсь, что в ближайшее время ситуация будет меняться. Во дворе 77-й школы необходимо почистить дорогу и тротуар, по которому ежедневно ходят сотни детей. Ну так нельзя. Я очень жалею, что сегодня директора нет, что завхоза нет. Я понимаю, что вы человек неуполномоченный, но все мои претензии, пожалуйста, выскажите. Конечно. И до завтрашнего дня надо дворник у вас есть в штате? Да. Ну а что тогда? Пусть начинает работать, дети здесь ходят. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, проблемы возникли из-за резкого потепления. Коммунальщики должны привести дворы в порядок в ближайшие дни. Мы стараемся работать в рамках поручения губернатора и главы города. Скорректировали планы по проведению месячника в этом году. Мы уже стартовали в Кировском районе. Но сейчас можно пока определенный вид работы выполнять. Это подбор вытаившего мусора, рыхление газонов на теневой стороне. Мы эти работы выполняем. Если управляющие компании не справятся с поставленной задачей в срок, им придется платить за халатность из собственного кошелька. Их работу проконтролируют сотрудники администрации Кировского района. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Стали родными. В Самаре растет число семей, которые взяли под попечительство одинокого пожилого человека или инвалида. Сейчас таких около двухсот. Самарская область стала одной из первых в России, где оказывается такая помощь. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Полисевских. В свои 80 Валентина Петровна осталась одна. Сначала умер муж, а потом и сын. После перенесенных потрясений резко стало ухудшаться здоровье. Требовался постоянный уход. К счастью, нашлись люди, которые не смогли оставаться равнодушными к чужой беде. Дальние родственники. Теперь они вместе готовят, накрывают на стол, смотрят телевизор. Валентина Петровна говорит, что обрела второй дом. Впечатления хорошие. Во-первых, у меня народ такой добросовестный. Они девчат повернется, выслушает. И безотказно они. Дай бог им здоровья. И ребята такие же. Для пожилых людей и инвалидов, которые оказались в подобной ситуации, приемная семья может стать выходом. Самарская область стала одной из первых в России, где оказывается такая помощь. Валентина Петровна Урывская, несмотря на почтенный возраст, сохраняет бодрость духа. Любит читать, убираться и готовить. Всю жизнь она проработала поваром. Незадолго до пенсии работала на ледоколе Хабаров. Теперь свои умения применяет в своей новой семье. Бабушка помогает в хозяйстве. Все мне чистит. Шинкует капусту. Еще не каждый так сможет. Она бывший повар. Навыки их никуда не продашь. Так что все это она оперативно делает. Все картошку почистит. Так что мы, наверное, никто не почистим. Очень жаль пожилой человек. И как бы оставить на произвол судьбы. Хотя и родственных отношений как бы уже нет. И как бы общения уже были далеки. Семья должна быть большой. Независимо от возраста людей. Вот он у меня в внуки приходит. Они ее называют прабабушкой. Ну, по возрасту, наверное, прабабушка. Ей тоже приятно. И они ее обнимают, играют с ней, рисуют. Она им читает. Она же без очков видит. В Самарской области первая приемная семья, взявшая под попечительство пожилого человека, появилась в 2009 году. Сейчас в области таких около 200. В регионе активно применяются стационары, замещающие технологии. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография», инициированного Владимиром Путиным. В Самарской области он реализуется благодаря региональной программе «Старшее поколение». Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Лучших мастеров гостеприимства выбрали в Самаре. Конкурс организован президентской платформой «Россия. Страна возможностей» и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства. В полуфинале 99 конкурсантов из 19 регионов России презентовали свои проекты в сфере туризма. С победителями пообщалась наша съемочная группа. Диплом победителя полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» получает Ольга Макеева с проектом «Космические выходные в Самаре». Тур включает экскурсии по улицам города и посещение музеев. Открыть для себя интересные страницы истории могут как гости города, так и самарцы. Наш проект уникален именно экскурсионным составляющим, именно наполнением историческим. Мы разработали специальное интерактивное пособие для посещающих его. Ну и кроме того, он включает в себя ночевку. Для нас очень важно, чтобы были загружены объекты размещения, автотранспортные предприятия. И он круглогодичный, то есть можно его проводить как зимой, так и летом. В полуфинале 99 конкурсантов из 19 регионов России презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли аналитические задания. Самарская область стала лидером по числу победителей. Из 16 финалистов четверо представителей 63 региона. Мы очень рады, что этот конкурс собрал участников, которые не только являются профессионалами в своей сфере, уже работают в сфере гостеприимства. Я посмотрел, там есть участники, которые только-только пробуют себя. И это здорово. Мы, по большому счету, даем надежду тем, кто готов работать на страну, готов работать на продвижение ее туристического потенциала. Ну и не только туристического. Вообще, как оказалось, сфера гостеприимства достаточно большая, не ограничивается туризмом. И это просто шанс для того, чтобы вырасти в профессиональном плане. Вы делаете очень большое дело. Россия – страна возможностей. И эти возможности зачастую раскрываете вы. Именно мастера гостеприимства. Показываете нашу страну, показываете наши регионы. Но чем больше люди узнают о родной земле, о нашей великой стране, тем больше они, конечно же, влюбляются в то место, где они живут, в тот регион. В этом, мне кажется, есть очень высокая миссия настоящих мастеров гостеприимства. Глава региона объявил, что принял решение учредить специальный приз для участников конкурса мастера гостеприимства. Победитель сможет реализовать свой туристический проект на территории Самарской области. Теперь лидеры полуфинала сразятся за звание мастеров в финале конкурса. Он пройдет уже в апреле на форуме «Россия – страна возможностей». Лариса Шлафаст, События. Далее, коротко о других темах дня. В Самарской области спроектируют третью очередь Фрунзенского моста. Дорога соединит заречья с исторической частью города. Об этом сообщается в документах регионального министерства транспорта. Как заявлено в бумагах, проектировщик определяет в начале апреля. Ему нужно разработать документы по строительству полутора километровой дороги. Проект необходимо будет сдать к концу года. Также министерство параллельно ищет подрядчиков по дороге обход города Самара. Компанию также планируют выбрать в начале апреля, а проект «Эсмету» запросят к августу следующего года. Планируется, что мост поможет разгрузить транспортные потоки по направлению к федеральным дорогам М32 и М5. В Самарской области на 7-метровой глубине нашли тело рыбака. 7 марта он отправился на рыбалку на реке Гуселка в селе Екатериновка Безенчукского района. В какой-то момент связь с ним была потеряна. 9 марта в 8.00 на место происшествия выехали спасатели Новокуйбышевска. Рассказали поисково-спасательной службе. На берегу реки нашли вещи рыбака. Дальше пришлось работать водолазом. Под Новокуйбышевском поезд сбил женщину. Свидетелями жуткой трагедии стали несколько человек. За 10-15 метров до приближения состава женщина сошла с платформы на рельсы и развернулась к нему лицом. ЧП произошло 8 марта на станции Лепеги. Личность погибшей устанавливают, полиция проводит проверку. В Самаре вновь ведут противопожарный режим. Городские власти опубликовали постановление. Особый режим вводится с 14 мая по 31 августа. В это время будут введены ограничения на въезд транспорта и пребывание граждан в лесах, на разведение огня в лесу, в том числе и там, где он граничит с городом, на сжигание мусора в садовых участках. Администрация Самары организует очистку от сухой травы и валежника в 10 метрах от леса. Также будут подготовлены запасы воды, водозаборная и землеройная техника. Букет рос от губернатора. Жительницы Самары 8 марта получали неожиданный подарок в Международный женский день. Выйдя на прогулку в сквер на улице Старозагора. Счастливые лица увидел Сергей Кизоркин. Вышли прогуляться в праздничный день и получили букет цветов. В сквере на улице Старозагора прошла акция, приуроченная к Международному дню. 8 марта инициатором выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Необыкновенное чудо произошло 8 марта в Самаре. По словам женщин, они получили в этот день не только розы от губернатора Дмитрия Азарова, а еще тепло и внимание, которого так не хватает в обычной жизни. Ну конечно это необычно, но это очень приятно. Такой праздник, спасибо большое. Это необычно, потому что кто на улице, редко кто ударит. Праздничное настроение, все, я с цветами теперь спасибо. Волонтерами по раздаче цветов от губернатора выступили депутаты городской думы. Желаем всем девушкам счастья, здоровья, любви, всего наилучшего. В охоту, чтобы девушки были счастливые сегодня. То есть это от чистого сердца акция. Миллион алых роз, как в известной песне, получили в подарок не только жительницы Самары, но и других городов и сел в Самарской области. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Опорные прыжки и кувырки на кольцах. В Самаре прошел открытый кубок города по спортивной гимнастике. За право стать первыми соревновалось более ста детей из Самары, Звенигорода и Казани. На состязании побывал и наш корреспондент. Спортсменка Надежда Куслиева исполняет прыжок Цукахара. Это одно из сложнейших для ее возраста упражнений. В этом спорте Надежда с четырех лет занимается им профессионально. Тренируется шесть раз в неделю. Постоянно участвует в первенстве области. Выступает в других городах. Сегодня Надежда участвует в городском кубке по спортивной гимнастике. Ну ты мой спорт. Почему? У меня все получается, удается в нем. Очень много мы посвящаем этому всему времени, но ничто не может заменить результаты, когда твой ребенок действительно в итоге потом показывает необходимые результаты, сама радуется и радует всех нас. Это соревнование в Самаре проходит уже пятый раз. За право стать первыми борются более ста человек. В кубке участвуют спортсмены возрастом от семи до десяти лет. Кроме самарцев, сегодня здесь соревнуются гимнасты из Балашова, Звенигорода, Казани. В программе соревнования прыжки, упражнения на брусьях, кольцах, бревне. Конечно, это определенный старт для деток. Лишний раз выступить на соревнованиях. Некоторые дети из этих соревнований едут в спорту киаду летом. Именно по этому разряду. И будут выступать, бороться за Самарскую область. Победителями стали более 50 человек. Они получили медали и кубки. Сергей Кизоркин, Семен Безгенов, Максим Гусев. События. В Самаре чествовали известного футболиста и тренера крыльев советов Виктора Карпова. На стадионе «Металлург» прошел 14-й детский турнир в его честь. 93-летний ветеран спорта на открытие соревнования приехать не смог. Проблема со здоровьем. С друзьями и фанатами талантливого футболиста интервью записал Сергей Кизоркин. Футбольные матчи 14-го областного турнира на призы Виктора Карпова проходят сразу на двух спортивных площадках. Восемь команд из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Отрадного и Сергиевска поделены на две группы. Две команды, показавшие лучший результат в отборочных соревнованиях, сыграют в плей-офф, а затем поборются за призовые места на пьедестале почета. Турнир для 12-летних футболистов проходит на стадионе «Менталург». Спортивная арена родная для известного самарского игрока и тренера «Крыльев Советов» Виктора Карпова. Его приглашали играть к себе «Спартак», «Зенит» и «Динамо». Он выступал за эти команды на международных клубных турнирах, но оставался верен одной команде. Первый матч за «Крылышки» Виктор Карпов сыграл в далеком послевоенном 47-м году, а в 51-м он с командой занял четвертое место в чемпионате Советского Союза. Еще через два года играл в финале Кубка страны. Был капитаном сборной команды СССР. Дружил с Львом Яшиным и Эдуардом Стрельцовым. Я еще не видел, по крайней мере в Самаре, более увлеченного человека именно футболом. Видимо, как говорят, это в крови у него. И до сих пор, когда приезжаешь, его поздравляешь, у него телевизоры, постоянно какие-то там футбольные игры, понимаете. Вроде как бы человек уже в возрасте, уже какие-то, может быть, другие интересы, а его интересует только футбол. Сыграв, закрыли Советов 266 матчей. Виктор Карпов после завершения карьеры стал главным тренером Самарской команды. Привел ее к победе в чемпионате РСФСР в 64-м. И в этом же году команда сыграла в финале Кубка СССР. Ветераны Самарского футбола те времена вспоминают с ностальгией. Виктор Иванович Карпов – это мой тренер, который дал мне жизнь в большой спорт, где я начал карьеру профессиональную. И на протяжении где-то 11,5 лет я играл за команду про РСФСР. Я очень, не то что благодарен, я просто преклоняюсь перед такими людьми. Кубок Карпову впервые прошел на 80-й юбилей прославленного футболиста и тренера. Он многие годы открывал соревнования. После финальных матчей вручал призы юным футболистам. В этом году эта традиция прекратилась. Ветерану спорта 4 марта исполнилось уже 93 года. И он по состоянию здоровья не выходит из дома. Но по рассказам друзей, Виктор Карпов продолжает болеть за самарский футбол. Сергей Кизоркин, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин